Вот Атаман, Атаманушка, вот Атаман, Атаман! Говорит и показывает Атаман. Новости! Православные христиане всего мира отмечают один из самых важных христианских праздников – Крещение Господне. Крещение или Богоявление, как и Пасха, считается самым древним праздником в христианской культуре. Этот день связан с евангельским событием – Крещением Иоанном Претечи и Иисуса Христа в реке Иордан. Во всех храмах Северского района в праздничную ночь и утро прошли божественные литургии. В храме Святого Спиридона Тримфунского все желающие очиститься духовно и наполниться светом Христовым смогли с головой окунуться в священные воды купели. Эта традиция, как говорится в Священном Писании, появилась еще при жизни святых апостолов. О духовном просвещении всех верующих возвестил звон колоколов. Для меня это символ веры. Я знаю, что Господь с нами. Спаси и сохранися. Прихожан Свято-Никольского храма, пришедших на торжественное богослужение, с праздником Богоявления поздравил настоятель храма Отец Петр. Праздником всех вас. На всех вас призываю Божие благословения. Храни вас всех Господь, кто пришел в сей день, в сей праздник, помолиться, поблагодарить Бога и спросить благословения Божьего и почерпнуть той воды, которая в каждом храме в этот великий праздник освящается. После совершения чина водосвятия, Отец Петр окропил всех желающих святой водой, призывая благодать в души и сердца верующих. Считается, что вода в крещенскую ночь обладает удивительными свойствами. Очищает тело, укрепляет веру и дух, сподвигая христиан на благие мысли и поступки во славу Божию. На этой неделе сразу двум школам нашего района торжественно вручили новые школьные автобусы. Учащиеся в станице Северска и Новодмитриевска пересядут в комфортабельные современные теплые автобусы. Школьный автобус это очень необходимая вещь, так как мы подвозим детей из четырех куторов. Ребята должны ездить безопасно в новом автобусе, там есть все. И тахограф, и видеонаблюдение, и навигатор. Поэтому большое спасибо. Старые автобусы нередко ломались, были неудобны и зачастую, чтобы осуществить своевременный подвоз учеников, руководителям школ приходилось решать трудные задачи. Это подарок от губернатора нашего. Поэтому хочется, чтобы вы передвигались безопасно, комфортно. Все делается для вас, дорогие мои. Ваша задача учиться, учиться, еще раз учиться. Средства для приобретения столь нужного для наших школ транспорта были выделены из краевого бюджета. В этом году в планах оснастить новыми школьными автобусами еще несколько школ Северского района. Инна Кухта, Андрей Вискушенко, Алексей Концесвитний, телерадиокомпания «Атаман». 19 января Северской районной больнице торжественно вручили новую машину скорой помощи. Потребность в санитарном транспорте в районе достаточно высокая. И нередко техническое состояние машин не позволяет бригаде скорой помощи в считанные секунды оказывать жителям всего района квалифицированную помощь. С жизненно важным приобретением медиков поздравил глава муниципального образования Северский район Адам Джарим, лично повернув ключ на старт. Денежные средства на приобретение кареты скорой помощи для нашего района были выделены по федеральной программе. Автомобиль оснащен всем необходимым для транспортировки больного в лечебное учреждение. Вот эту машину, которую мы получили, буквально позавчера, мы поставим в Северскую врачебную бригаду. Потому что там оборудование высокотехнологичное, которое могут работать практически только врачи. Для оказания так же, и я думаю, что с таким обновлением качество медицинской помощи улучшится в Северском районе. Появление новой машины скорой помощи в автопарке районной больницы поможет медикам соблюсти тот самый драгоценный час, от которого порой зависит здоровье и жизнь пациента. Редактор субтитров А.Семкин